Дорогие мои, сейчас мы поговорим все, что касается оформления гостевой шенгенской визы в Германию. Как сделать шенген самому? Для частных поездок возможно оформление гостевой долгосрочной визы в Германии до 5 лет. Список документов. Знаете, я всегда самостоятельно все готовила и вам того же советую. Неполный или сформированный неправильно пакет документов может стать причиной отказа в принятии заявления о выдаче. Итак, это загранпаспорт, фотка. В Москве пишут одна фотка, в Йобурге, в Екатеринбурге, то есть три фотки. Чем больше, тем лучше. Копия внутреннего общегражданского паспорта, копия заграничного паспорта, страховка, медицинское заполнение анкеты. Я это вам покажу в другом видео. Получимся заполнять анкеты. Все легко и просто. Далее, седьмой пункт. Согласие на обработку персональных данных. Восьмой пункт. Терпитнес-эклеринг. Это официальное заявление о взятии на себя обязательств. Девятое. Подтверждение родственников или дружественных связей. Десятое. Экономические гарантии. Справка с места работы на официальном бланке. Должность, заклад, отпуск. Все должно быть прописано. Либо копия пенсионного удостоверения или справка из учебного заведения. Далее, финансовые гарантии. Справка из банка. Должно быть на счете минимум 720 евро. Доказательства вашей готовности вернуться в Российскую Федерацию. Это могут быть свидетельства о собственности на недвижимость. Свидетельства о рождении детей или заключении брака. Иной какой-то либо другой документ. Бланк записи на подачу документов. И визовый сбор в соответствии с категориями, указанными в соглашениях визового режима с Россией. Дополнительно для близких родственников. Подтверждение родства, в котором в этом случае освобождается доплата только консульского сбора. Супруги, дети, родители, бабушки, дедушки, внуки. Дополнительно для несовершеннолетних лиц. Свидетельства о рождении. Нотариальное согласие на выезд, если один или оба родителя остаются в России. Справка из школы. При необходимости спонсорское письмо. Анкету за несовершеннолетнего ребенка подписывают оба родителя. Сроки рассмотрения визы консульства. Стандартный срок это от 4 до 8 дней. Экспресс-виза рассматривается в течение 3 рабочих дней. Ребята, готовьте документы заранее. По моему опыту, сколько я летала по шенгенской визе, это не 4 и не 8 дней. На всякий случай лучше себя обезопасить. Далее, к данному типу поездок относятся следующие заявители. Друзья, знакомые, дальние родственники. Близкие родственники, посещающие российских граждан, законно проживающих в Германии. Близкие родственники, посещающие граждан ЕС из Швейцарии. Члены семьи граждан ЕС из Швейцарии. Если у вас российское гражданство и хотите посетить близких родственников Германии, родителей, бабушек, дедушек, детей или внуков, то виза выдается бесплатно. Если вы представите справку, подтверждающую родство и действительно разрешение на пребывание или германское удостоверение личности родственника, получение гостевой визы в Германию. Если вы решили посетить в Германии родственников или друзей, то вам необходимо открыть гостевую визу в Германии по приглашению. Такая виза, как правило, дает возможность пребывать сроком в течение 90 дней в полугодии на территории Германии без права на осуществление трудовой деятельности. То есть, что это значит, да, вам дали визу на полгода, но по факту вы можете находиться только 90 дней здесь, да, в зоне Шенгена. По данной визе вы можете совершать поездки в другие страны Шенгенского союза, но первый въезд обязательно должен быть в Германии, согласно закону о пребывании иностранцев на территории ФРГ. Это застрахует вас от дальнейших возможных отказов в визе к консульствам Германии. Гостевая виза в Германию оформляется на основании либо официального обязательства, да, которым прочитали ранее, о взятии на себя всех расходов пребывания иностранных граждан на территории ФРГ, либо на основании приглашения или информационного письма в свободной форме, где описаны цели и условия вашего пребывания на территории Германии. К такому приглашению обязательно должны быть приложены удостоверения личности гражданина Германии и подтверждения владения собственностью на территории ФРГ, где вы будете проживать. В плане подтверждения личности, конечно, должны документы быть, кто вас вызывает, да, а вот в плане подтверждения владения собственностью, ребят, я с этим не согласна, хотя это официальный сайт консульства, да, здесь в Германии люди в основном снимают жилье, и никто не владеет собственностью, есть только Митфертрак, да, это, так сказать, договор заключается, когда люди снимают жилье, да, либо дом, квартиру, ну, ну да, интересно, конечно. Во время поездки возможно также проживание в отеле, в таком случае приглашающее лицо должно прописать приглашение, в какой именно гостинице вы будете находиться во время визита в Германию. Если гостевая шенгенская виза в Германии оформляется на основании приглашения, в свободной форме, то вам необходимо подтвердить ваши финансовые возможности в России, справка об остатке на счете в банке, да, мы уже читали, 720 евро должно быть, минимум. Если количество дней превышает 15, то необходимо исходить из расчета 47 евро на сутки пребывания. Если в Германии вас приглашает родственник по прямой линии, за исключением родных, братьев или сестер, то при подтверждении родства, свидетельства рождения, консульство Германии освобождает вас от уплаты консульского сбора, цена которого составляет 35 евро. В данном случае оплачивается только сервисный сбор визового центра Германии. Для посещения родственников, друзей, знакомых, которые пригласили вас в гости, вам нужна гостевая виза, да. Гостевое приглашение является действительным, если оно составлено правильно и срок не более 6 месяцев назад. И особенности, да, гостевой визы. Если в поездку отправляется несколько человек, то заявления подаются одновременно. Одно из обязательных условий оформления пакета документов для оформления гостевой визы в Германию, которые будут подаваться в консульство, это их правильное заполнение. Срок оформления за визы в Германию со стандартным сроком, ну, опять, есть рабочие дни, я как бы, у меня было по-другому. Документы, какие документы нужны для гостевой визы в Германию, дети, действительный загранпаспорт, если ребенок старше 14 лет, да, свидетельство о рождении, справка с места учебы и согласие второго родителя, если ребенок едет с одним родителем. Субтитры создавал DimaTorzok